Уже сутки без лифта. Жители девятиэтажки в Волжском районе оказались заложниками коммунальной войны за дом. Платежки им присылает то управляющая компания, то поставщики. В итоге выяснилось, что у дома многотысячные долги за коммунальные услуги. Жильцы утверждают, что сведения неверные. Все до копейки они платят напрямую поставщикам. И как теперь восстановить работу лифта, им никто не говорит. В ситуации разбиралась Екатерина Барковская. Мне 90-х годов. Я пешком хожу, задыхаюсь. Когда это кончится? Пройдя Великую Отечественную войну, ветеран Николай Азарнов теперь стал участником другой – коммунальной. Вместе с ним на передовую в борьбе с управляющей компанией вышли и остальные жители дома. Иду с магазина. Лифт не работает. Думала, что сломался. Оказывается, успешный дом, так как ему не платят. Договор с ним никто не заключал. Отключили лифт. По всем счетам платим срок. В один голос твердят собственники жилья. Только вот квитанции приходят то от непосредственных поставщиков услуг, то от посредников. Управляющий компанией «Успешный дом». Бумажные финансовые путаницы с платежами у жителей этого дома начались в 2007 году. Сначала они были членами ТСЖ «Парк Победы», который в скором времени прекратил существование. И без согласия собственников передал управление многоэтажкой «Саратовской ЖЭК». Последняя, опять же, без согласования с жильцами передала все документы управляющей компанией «Успешный дом». В 2014 году, в январе месяце, вдруг мы узнаем, что мы в «Успешном доме». Приходит платежка. Но мы до этого провели собрание. Сначала у нас было очное, потом заочное голосование. И мы подписали договор с ООО «Саратовской ЖЭК». Платежки стали прямо первоначальные. Пошли с «Успешным домом». Не имея договора с жильцами, сотрудники «Успешного дома» настаивают на своих правах управления многоэтажкой. И, по мнению собственников, используют все методы для борьбы с непокорными жильцами. А в отключении лифта в высотке винят недоброжелателей. Мол, раньше обслуживанием лифтовой техники занималась частная фирма «Конкурент». Позднее с ними расторгнули договор. По словам представителей управляющей компании «Успешный дом», отключение лифтов в высотке – дело рук профессионалов. Это людьми, не просто простыми, так скажем, людьми, а люди, которые в этом разбираются, профессионалы, были, скажем так, кем-то остановлены. В данном случае могу заявить о том, что подозреваю в данной ситуации работников ООО «Лифтремонт». Ввиду того, что данные на квартирные жилые дома ранее, лифты в данных домах обслуживала эта организация, ввиду того, что у нас заключен договор с иной компанией, да, обслуживающей лифты, компания «Лифтремонт» потеряла, скажем так, свой объем. По словам жильцов, отключение лифта было произведено намеренно. По просьбе сотрудников УК «Успешный дом». Об этом в телефонном разговоре с собственником жилья сообщили лифтеры, обслуживающие высотку. Отстаивая свою правоту, жильцы продолжают обивать пороги всевозможных инстанций. Главное их желание – добиться заключения договора с той управляющей компанией, которую они сами выбрали на собрании дома.